Добрый день дорогие друзья любители шахмат здесь на Ческами с вами говорит гроссмейстер Алексей Ермолинский и разговор пойдет о продолжающемся матче на первенстве мира по шахматам среди женщин между Сювензюнь и Александр Горячкин и переехал матч на российскую землю в Владивосток еще на два часа дальше от нас от всех ну я не знаю как там по московскому времени но у меня уже такая ситуация собственно рано вставать не надо к этим партиям можно просто не ложиться посидеть чуть попозже вечерком и партии будут сыграны вот такое дело значит седьмая и восьмая партия вторая половина матча счет я вам напоминаю был равный после шести партий которые сыграны были в Шанхае и вот ну небольшой перерыв с переездом несколько дней в общем вышли на борьбу и белый цвет был Сювензюнь и снова она пошла Е4 ну вот я сказал когда я записывал видео про пятую шестую партию что наверное так она больше ходить не будет вообще Сювензюнь Д4 обычно играет в общем ошибся в очередной раз почему так все время со мной не происходит так так происходит не знаю даже но но поколебать пока дебют горячкины не удалось то есть Саша продолжает гнуть свою линию Берлин но в Берлин как таковой они не пошли вам напомню что были предыдущие две партии один раз все таки все пошла Д4 она кстати эту партию и выиграла а три раза до этого как два раза до этого когда находила Е4 то она рокировалась в этой позиции и после конь Е4 вместо основного хода Д4 она играла ладья Е1 но там конечно совсем мало у белых симметричной позиции ничего у нее не получалось в этот раз Д3 но кто играет Д3 да все играют все играют Д3 ну можно сказать конечно что вынудив белых сделать такой ход защитить пешку черные уже ну скажем первое такое сражение какую-то разведку боем выиграли какой-то степени но с другой стороны ну что не обязательно может быть раньше считалось что если белые не пойдут там c3 и d4 в испанской партии сразу же то у них вообще ничего быть не может когда-то вот там другая была причина это контратака маршала спаски применил против против талия и в общем заблокировал белый цвет они играли претендентский матч финальный это по-моему был 65 год я тоже так но не то что я там присутствовал я совсем мальчик маленький был когда это происходило и потом талю так это не нравилось играть против всего этого против маршала что он до 3 где-то пошел и все комментаторы но опытные мастера говорили ну вот теперь на что же белые рассчитывают они уже все сражение проиграли но я думаю не все так просто мы знаем немало было успешных партий за белых анан блестяще это играет да и карлсон вообще за оба цвета то есть можно так вопрос для меня то в другом на самом деле подходит ли это по стилю по духу для сил везю ведь все таки шахматисты которые партии открывают ходом d4 у них амбиции ну просто перехлёстывают за край ну да d4 пошли теперь они пешкой c подорвут центр пешку d5 как-то уберут и пойдут вперед и d4 и е4 и d5 и е5 ну разумеется так не всегда получается но какая-то основа в этом есть если подумать исторически может быть олехан ее заложил то есть он когда с е4 со своего которого в детстве играл перешел на д4 в самом начале 20-х годов то он подходил к этому вот так вот да надо все захватить центр двинуть вперед а потом атаковать короля ну опять же не знаю но вот здесь получается какая-то структура такая но все таки это ну нет для практической игры неплохо но я не уверен что вот самой су это нравится слон d6 немножко неожиданно слон отступил в общем неплохой ход теперь перевод коня и правильно конь g6 то есть конь на е6 теперь не идет чтобы слона своего не заслонять тем более что поле d4 уже просто так не захватить и вот получилась такая позиция ну ну что здесь делать белым двигать d4 в общем бессмысленно в такого рода ситуациях черные очень комфортабельно стоят поскольку они открыли эти центральные линии давят на эти пешки водями а в общем если даже белые и сумеют там пойти условно говоря d4 там е5 ну поэтому слона им не дадут выиграть и поставить коня на е4 в чем собственно говоря идея всего этого на движение то потом все-таки не на f6 не на d6 так сразу не прыгнешь а у черных конечно будет подрывы там c5 с той стороны и так далее в общем все решила что это не годится и она пошла просто король h1 маневренную такую борьбу ну так это все и пошло поехало размет был еще ферзей разменяли но наверное все таки у белых выглядит получше так позиция поскольку ну что-то они могут пешками делать не в центре уже но на королевском фланге а у черных это не получается ну вот еще несколько ходов заблокирован ферзевый фон вопрос в том что делать дальше конечно 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 проход черного коня на b4 на d4 куда бы он там не прошел но большой роли не играет пешку c2 не так трудно защищать но вот здесь интересный момент король g3 было сыграно мне кажется вот и интуитивно что белым следовало сыграть воде f5 как это объяснить с одной стороны кажется нелогично да зачем менять воде когда и так фигур уже мало мне кажется вот основное преимущество белых то что они могут королем активно играть может быть даже по по всей доске мы увидим что-то такое потом владеем окончании вот уменьшить немножко материал чтобы не было опасности никакой тактика не было и часто так бывает знаете человек кто играет на выигрыш в эншпиле любит разменять одну пару ладей а другой оставить довольно типичный прием ну вот всем не воспользовалась теперь конь пришел сюда и после вот еще двух прыжков она пошла кони в пять этот ход очень серьезно контиковали сказали после этого шансов нет наверно правильно наверно правильно вот все таки в такой игре вот маневренной много похожих партий даже значит сразу так и не разберешь кто собственно белыми играет очень они как-то друг под друга подстраиваются участница все таки александр выглядит более комфортабельно как-то и мне кажется и это больше по душе ну что может сказать вот получился вот такой вот владея нэш пыль очень вовремя же 6 ну белых конечно поприятнее 6 пешка слабовата но выиграть то как пошел король далеко не пришел своевременно было сыграть на 6 теперь у белых ну наверное нужно все таки как-то пытаться пытаться двигать пешки вперед е5 разумеется ничего не дает да ну после этого хода на f6 размены белый король который уже на ферзевом фланге но прорваться никуда не может ну что я здесь думал особенно и думать тут было нечего думал я пойти пойти c3 потом d4 и е5 ну на самом деле я думаю что этот номер не пройдет у черных очень много путей защите защититься от хода е5 можно наверное его даже и проигнорировать я вот смотрел такой вариант играют е5 шах даже короля на е4 ну кажется куда уж на максимум куда уж больше максимум получили белые и все равно эту позицию я думаю что скорее всего выиграть не удастся ну хотя попробовать конечно можно и нужно не знаю зайти за пешкой на а5 успеваем ну в общем мне кажется получится в итоге две против одной все равно будет ничья но не знаю в общем походили они еще туда-сюда и после этого размера вскоре согласились на ничью ну собственно говоря болельщикам китайской спортсменки не показалось что это какая-то трагедия ну что сыграла нормальную партию даже немножко давила но вот после окончания восьмой партии можно уже начать оглядываться назад и думать а может все-таки недостаточно было сделано белыми поскольку восьмую эту партию претендентка сумела выиграть давайте посмотрим как это было опять начинает она с c4 но теперь Сювин Зюнь ответила сразу e6 то есть чтобы не коня в 6 здесь вот этот ход был это как раз Саша использовала в пятой партии когда она сравняла счет теперь оставив коня на g8 черные немедленно играют e6 и d5 переводят ферзевый гамбит и здесь разменный карлсбадский вариант ну проход h6 разумеется основным всегда было слон e7 да конь d7 там маркероваться ладью на e8 коня на f8 ну и так далее там потом классическая атака печеного меньшинства ну все это известно но вот последнее время больше попыток за черных я по крайней мере вижу да и все другие как-то побыстрее отойти конем с f6 разменять чернопольных слонов для чего это нужно вот когда мы сделаем сейчас эти ходы нужно это для того чтобы найти поле для ферзя у черных у белых есть хорошее поле на c2 а у черных такого поля нет этот слон на e7 немножко под ногами у ферзя путается ну и поддержать конечно ход конь e4 но здесь все получается Горячкина кстати отвергнула взятие на e7 и пошла слон g3 тут начинают компьютеры что-то мигать лампочками и говорить у черных уже лучше ну полная чепуха не слушайте этого ход слон g3 правильный на мой взгляд на борьбу интересный хороший ход все-таки после размена у черных нет никаких проблем они уже сразу поставили коня на e4 и другого подведут скоро не нужно вот это вот петлят ходить конь f8 потом конь e6 конь g7 ну как бывает в Карлсбаде здесь напрямую все после слон бьет e7 но сказать вам честно ход слон d3 то был неаккуратный вообще белому полагается пойти ферзь c2 в этой ситуации теперь конь e4 просто зелок забрал на e7 на d5 то есть небольшая такая неточность со стороны Горячкина и вроде бы позволила черным уравнять а по компьютеру ну вот так уже и лучше стоять ну вот все-таки это конечно не так и здесь ну по-своему критическая позиция потому что это направило ход игры в дальнейшую в определенную русу зювин зюнь решил играть аккуратно и тоже играться в длинную сторону такого рода вещи делаются когда разменены чернопольные слоны вот есть варианты где этот конь ходит на h5 и меняются слоны и потом конь возвращается на f6 и там действительно куда белый король за ним и черный но здесь ситуация другая у черных все-таки преимущество двух слонов и на мой взгляд как вот белые сыграли 3-0 надо было рокироваться в короткую сторону страшно говорить под линию h ну вскрыть вы ее можете пойдя конь g5 ничью сделайте сразу же слон h7 и так далее слону взад-вперед а если по серьезному атаковать пойти ну условно говоря так ну а я скажу ладья c8 то ну к примеру я не знаю это какие-то примерные ходы или король b1 там ладья c8 не важно я вот думал вот об этом c5 конечно этот ход выигрывает цели когда белый конь уже на e5 но вот для чего этот слон на e7 ну вот скорее для чего пойти здесь слон b4 но это все-таки взятие на c3 вызовет серьезное ослабление в позиции белых а там и конь e4 пойдут особенно не задумываясь до вскрытия линии g я думаю руки не дойдут здесь-то точно у белых хуже а допустим допустим белые пойдут слон f5 здесь ход довольно типичный взяли и взять ладьей но здесь тоже этот слон играет большую роль можно сюда напасть на этого коня в общем вот такого рода игра вы можете сказать что белые сами подставились пошли кони e5 но без кони e5 то как вообще развивать игру не видно ничего другого то есть я бы на месте черных наверное все-таки пошел бы на игру со двусторонними рокировками ход ферзь c7 не нравится мне ну вот и как-то быстро очень взяла на c5 ну Саша только такое и подавай такого рода позиция она сильная очень позиционная шахматистка и когда она видит куда фигуры должны идти и ничего ее не отвлекает и не беспокоит никакой тактики никакой контр-игры со стороны противника то в общем-то она очень-очень сильна белые хотят пойти конь d4 пришлось взять и так но это ничего не привело я думаю что белые уже ставят лучше у них компактная пешечная масса пойдет вперед пешка d4 заблокирована надежно и вот эта вот попытка как-то поставить блокаду она успехом увеличаться не может и кроме слабости полиняш ничего не создает ход я думаю плохой лучше уж было сыграть так ну я не знаю ну конечно белые надвигаются e5 или что даже f5 и даже еще f4 вторая пешка и еще e5 ну вот так-то оно так но все-таки появилось какое-то поле на g4 в принципе задавить совсем черных трудно потому что черных фигур-то мало они уже все разменены то есть пешки вот идут вперед c5, e5, f5 ну стоят да активно но пока еще прямого такого результата от этого не видно а черные все-таки могут на e3 поставить конь конечно вариант очень приблизительный но мне кажется h5 было лучше чем g5 этот ход был лучше она пошла g5 и Саша продолжила переигрывать свою противницу очень сильно пошла f5 ну вот преимущество этих пешек по вертикали f то есть который впереди пешка идет вперед отнимает поля у коня а полей тем не менее не отдает поскольку когда черные пытаются поставить коня на e5 тут другая пешка поддерживает поддерживает в общем идеально просто все и здесь уже началась паника в рядах контры игры нет позиция какая-то мрачная там пешку на a6 наверное скоро заберут и было сыграно b6 после этого Саша как и полагается по-настоящему сильной шахматистке и шахматисту немедленно со своей позиционной игры перестроилась на тактические рельсы значит вы давите создаете противнику неприятную ситуацию где-то в какой-то момент они не выдерживают немцович еще говорил прорыв скорее в контр игру это приводит уже к настоящему развалу позиций но здесь нужно отвечать энергично то что горячка не сделала блестящая игра наш ват слабость на c6 и король на a8 теперь здесь можно было еще b5 добавить ну я думаю что слон e4 не ошибка все-таки выигрывает пешку практически форсированно вот так вот но какая-то контр игра была но вот этот ход все загубил надо было все-таки пойти вадья d7 в этом случае у Суи был бы ход вадья c7 и скажем на ферзь e4 и ферзь c8 но так сразу вот не получается забрать пешку на d3 она как-то отвлекает а если пойти владейный эндшпаль ну диагональ вы видите конечно то есть владяный h1 висит то это владейный можно и не выиграть поскольку пока забираешь пешку d3 можно потерять на f4 в белых король не помогает пешку то есть уверенности нет что решающее преимущество после владя d7 а после этого хода скорее всего да очень надежная игра разменяли пешку b на пешку d а e6-то осталось ну да и осталось уже не так много надо просто разменять пару владей ну скажем такого рода какой-то трюк ну а что к чему это приведет как черные разменяют одну пару владей тут одна белая владя выиграет тут уже ничего больше не надо даже короля не нужно подводить пошли так ну я не знаю шах там далее там владя и всем в общем рукой доигрывается скажем так ну так и случилось в партии просто e7 и владя e1 нет защиты от владя d8 ну что ж очень хорошая победа для Александра то есть она первый раз захватила лидерство и партии-то осталось не так много всего 4 ну болельщики российской шахматистки приободрились но дело конечно еще не сделано все вензен шахматистка выливая наверняка предпримет все возможное для того чтобы переломить ход борьбы а я вас поблагодарю за внимание за то что вы смотрите мои видео и наверное у меня тут дела я приехал в турнире небольшом не надо сыграть в общем я пропущу наверное партии 9 и 10 и скорее всего вернусь вот через 4 дня или 5 дней уже с моим как говорится финальным заключительным обзором матча ну вот так вот спасибо за внимание еще раз это Алексей Ермолинский с вами был до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...